Только два тарифа. 50 мегабит за 300, 100 за 400 рублей. Интера. Во дворе первой школы развивается флаг юнормейцев. Сегодня в свои ряды они готовы принять новых товарищей. О том, чтобы надеть красный берет, мечтают 28 юношей и девушек. Но лишь половина получит такую возможность. Рафитьян Хусаинов – один из немногих счастливчиков. Сегодня молодой человек с гордостью может носить долгожданный берет. Его путь к цели начался полгода назад. Тогда классный руководитель предложил посещать занятия юнормейцев в шестой школе. Меня это дело все, конечно, затянуло. Мне захотелось все больше и больше каких-то познаний военной подготовки. Недавно я съездил в лагерь Пелевина, в взвод пограничных, где еще раз довольно-таки хорошо набрал сознание. Я хочу в ближайшем будущем связать свою жизнь именно с военной деятельностью. Главное желание претендовать на получение красного берета этим летом мог любой желающий подросток. На базе первой школы впервые прошли сборы юнормейцев. В течение двух недель ребята от 14 до 16 лет изучали военную и строевую подготовки, основы радиационной, химической и биологической защиты, восточное единоборство и многое другое. По окончании каждый сдавал нормативы. Часть ребят, где-то процентов 60, было те, кто стоят на учете в ОДН и в ПДН. То есть это ребята, ну, часть из них благополучных семей, которые какие-то приступали уже закон каким-то образом. А часть ребят была по собственному желанию, которые узнали о курсах и захотели поступить в юнормейцы. В числе юнормейцев оказались три девушки. Полина Чухланцева – одна из них. Сейчас она мечтает после окончания школы стать спасателем. Уверена, навыки юнормейца ей пригодятся. Дополнительный балл к моей учебе. И вот у меня будет такое удостоверение, и я как-то буду отличаться уже от других. У нас была самооборона. То есть сейчас я знаю, как вот если пойду по темному месту где-то, а если что-то случится, то я легко смогу защитить себя. Те, кто не сумел сдать необходимые нормативы, не расстраиваются. А наравне со сверстниками они получают удостоверение юнормейца. А весной во время вторых сборов смогут вновь попробовать свои силы. Как правило, это ребята, которые уже посещают у нас военно-патриотические объединения, военно-патриотические клубы образовательных организаций нашего города. Есть, конечно, ребята, которые впервые попадают в эту обстановку, испытывают свои силы. И затем в дальнейшем точно так же они уже наравне с другими принимают участие в патриотических мероприятиях. И будут мероприятия областного характера. На параде победы будут они, которые у нас 9 мая проходят в городе. То есть они будут идти отдельной колонной, как юнормейцы. Движение юнормейцев в городе становится все более популярным у молодежи. Сейчас занятия проходят в 3-й, 6-й, 15-й школах и Первоуральском металлургическом колледже. Обучение проводят опытные наставники, ветераны МВД.